Привет! Это видео я хотела бы снять на тему заработки на севере. Я живу в районе Крайнего Севера, называется этот город город Ноябрьск, это Ямал-Нинский автономный округ, или по-другому, как его называют, Ямал. Вообще, как бы, Ямал, он в переводе с хантейского край земли. Ну, это, наверное, край земли он и есть. Сейчас, в общем-то, можно за окном увидеть, что какой-то богатой природы у меня, у нас здесь нет, точнее, я буду сказать. По поводу заработков. Значит, очень многие думают о том, что на севере здесь очень много зарабатывают денег. Очень многие хотят ехать сюда на заработки. Очень многие считают, что здесь медом намазано. Что я вам хочу сказать по этому поводу. Как и везде, здесь есть и большие, и маленькие зарплаты. И если я вас спрашиваю, у вас есть престижные компании, где получают хорошие зарплаты? Я уверена, что вы скажете, да, это, может быть, либо какое-то добывающее, какая-то отрасль, либо это какое-то производство, ну и тому подобное. В общем, суть какая, что зарплаты высокие есть везде. Север раньше, вот, меня сюда привезли вместе с отцом и приехали в 85-м году. И отец у меня на тот момент, он получал, как молодой специалист, работал он пунктуром, у него зарплата была 800 рублей. 800 рублей. При этом всем билет на самолет до Краснодара стоил приблизительно 20 рублей, 25. Но, если это посчитать, то получается, что отец на одну зарплату, он мог вывезти весь класс туда, в Краснодар на отпуск. Сейчас же получается билет 18 тысяч, ну, грубо говоря, 20 тысяч в один конец до Краснодара. В общем, да, суть и та же самая. Только раньше было 20 рублей, а сейчас 20 тысяч. Конечно, когда, если перенести вот эти деньги, которые получали здесь раньше, 800 рублей, да, это 800 тысяч сейчас, получал бы обыкновенный бомбур, это не начальник. Да, это очень хорошая зарплата, и сюда стоит ради этого ехать и оставлять здесь свое здоровье. Почему говорят, что оставлять свое здоровье? Все-таки здесь климат совсем другой, не такой, как на земле, и здесь идет нехватка кислорода, и от этого рожденные дети здесь очень сильно страдают. Ну, это то, что я знаю, конечно, там нюансов очень-очень много. Сейчас же зарплата у бомбура, это где-то 40-50-60 тысяч, то есть это не такая большая зарплата, как это было раньше. При этом всем так подумать, о, ничего себе, такая большая зарплата. Да, но вы не забывайте, что они работают либо 15 на 15, то есть он 15 дней отработал, 15 дома, либо он месяц отработал, а потом месяц дома. То есть в итоге получается, если разделить эту зарплату на 2, то это получается, что у него зарплата 30 тысяч в месяц, по сути. Конечно, у нас более-менее нормальные зарплаты, это в Газпроме, те, кто работает, но туда устроиться, чтобы надо либо родственники, чтобы там работали, либо, я не знаю, хороший платный иметь, хорошее знакомство или иметь деньги, чтобы можно было дать взятку, так сказать. Если учитывать, какие зарплаты у нас здесь у продавцов, у продавца зарплата от 10, где-то, наверное, до 40, то есть это уже 40, это я уже там, честно, я не знаю, у кого у нас знакомых 40 зарплаты, если это продавец. В основном это 15-20 тысяч, то есть это такая средняя зарплата у продавца, может быть, 25. Официантов, да, 30 тысяч там у них зарплата, плюс чаевые, к примеру. Если взятие бухгалтера, у нас средняя зарплата уже 25-30 тысяч, и то это называется еще поискать надо. Водители, зарплата, ну, здесь, конечно, уже тоже куда устроишься, можно хорошо устроиться, а можно так взять для... Ну, в общем, те люди, которые, допустим, приезжают сюда, и они считают, что здесь продукты намного дороже стоят, чем там, на земле, да, если я сравниваю, к примеру, даже уже среднюю область, Самару. Самару, там уже одежда такой не требуется, которая требуется и здесь. То есть за счет этих холодов у нас, только ты покупаешь теплые вещи. Там на земле можно не покупать сземные сапоги, можно обойтись теми сезонными сапогами. Ну и то же самое, не надо покупать шубы, шапки натуральные и тому подобное. То есть вот в этом плане, конечно, на земле экономнее жить. И продукты у нас тоже дорогие. Ну, так, чтобы немножко понимать, какие здесь цены, ну, к примеру, молоко. Молоко у нас стоит 50 рублей литра. Ну, это, наверное, самое такое основное. Картошку мы покупали по 23 недавно. Ну, ситуация такая, что цены здесь на продукты дороже, чем на земле. Почему? Потому что у бабульки можно за 50 рублей, за 30 рублей купить другую банку молока. Причем не постерилизованного, настоящего молока, свежего молока. То есть вот в этом плане, конечно, чем хорошего, дети наши не видят ни гусей, ни уток. Они, по-моему, не знают, что это такое. Северные дети, я имею в виду. Поэтому стоит ли сюда ехать? И есть ли здесь золотые горы? Наверное, ну, не ноябрь, точно, может быть, туда дальше, северную, Буренгой. Ну, в Буренгой зарплаты, например, на уровень выше, но там и цены в два раза выше на продукты, чем здесь, в ноябрь. То же самое касается на все остальное. То есть там уже ценовая политика гораздо выше. И получается, ну, что ты заработал, ну, то ты и прожил. Если, конечно, работать здесь, а жить, да, на земле, да, возможно, есть резон, но о здоровье. Резкая переклиматизация, это очень тяжело для организма. Когда денег нет, наверное, уже думаешь, в первую очередь, как заработать эти деньги, уже в последнюю очередь думаешь о нашем здоровье. Так, наверное, чаще всего и бывает. Вот то, что я вам хотела рассказать насчет заработков на Севере. Все это легенды, что здесь такие бешеные деньги. Когда мы приезжаем в отпуск, многие смотрят, что начинаем тратить деньги там и так далее. Почему так происходит? А я вам объясню. Мы весь год собираем эти деньги. В прямом смысле этого слова. Смотрите. Ты весь год в себе во всем отказываешь. Ты себе реально ничего не покупаешь. То есть ты постоянно откладываешь на отпуск. У нас скоро в отпуск. И у тебя весь год получаются вот эти вот лишения. Да вон, там, давайте шашлыки потом. Ой, ну мы на отпуск собираем. И так далее. То есть человек постоянно собирает на отпуск. Знаешь, шашлыки это так утрировало, конечно. Конечно, люди здесь не позволяют излишить. Но человек, он, естественно, здесь, если он лишался, себя собирал на отпуск, он потом хочет эти деньги, которые он нас собирал, он хочет реально отдохнуть. Он хочет себе позволить то, что он не позволял здесь. Когда мы приезжаем на землю и заходим на рынок, особенно если есть китайский рынок, у нас просто глаза хапук, которые все храпают, храпают. И ты понимаешь, что это у тебя в 5 раз дороже стоит на севере. И именно поэтому, когда гряду приедут северяне, и все скупят. Да, мы вынуждены это сделать. Почему? Потому что здесь реально все очень дорого. Не потому, что мы приезжаем туда на землю, и у нас зильник там, куры не клюют, мы не знаем, куда их тратить. Нет, а потому что, получается, здесь это все дорого. Ты приезжаешь туда, ты видишь, это же в 5 раз дешевле. И у тебя просто, ты понимаешь, где это, это, и это надо. И детей надо одеть в школе. И если ты себе отказывал, то, конечно, хочется себя побаловать, хочется детей побаловать. Когда мы приезжаем с отпуска. Сначала мы копим на отпуск. Все деньги собираем в отпуск. Когда приезжаем с отпуска, я, конечно, не знаю, может быть, у кого-то другая ситуация, но мы постоянно едем уже назад, уже возвращаемся, мы реально на подсосе. У нас уже нет денег. А потом, когда мы приезжаем, мы начинаем... Зарплату-то ты получишь, когда отработаешь. И, получается, ты уже сидишь без денег, пока ты не получишь зарплату. То есть потом ты начинаешь отходить от отпуска, потому что вроде как деньги еще не получила. За квартиру заплатить надо. Покушать купить надо. И тут уже и детей надо к школе собирать. Ну и там подобное. То есть, получается, есть у нас период до отпуска и после отпуска. А такое, когда у нас мы, так сказать, не живем, а живаем. А в отпуске мы уже кайфуем, так сказать. И многие думают, аааа, сколько у них там денег. То есть вот такого вот плана. На этом я это видео буду заканчивать. Если есть вопросы, спрашивайте. Я с удовольствием на них отвечу. На этом пока-пока.